я буду говорить о том как сейчас мы можем понимать основной вклад изенштейна не только в теорию кино но в теорию культуры искусства можно сказать в общее понимание того что мы называем но сферу сферу разума я начну с очень короткой характеристики того что на мой взгляд изменилась в наших возможностях исследования изенштейна я про себя должен сказать что я им занимаюсь примерно самого конца 50-х начало 60-х годов то есть уже больше половины века за это время очень много сделано замечательного и важного что позволяет я думаю сейчас подойти по-новому в целом кейсенштейна просто попытаться понять не только его как гениального режиссера это и раньше знали не только как теоретика кино тоже раньше знали а вот понять в целом весь его огромный вклад в нашу культуру мировое искусство что главное достигнуто чтобы хотелось отметить я заранее должен сказать что большая часть того что сделано сделано одним человеком который специализировался на изучении архива изенштейна и сделал его доступным для нас всех это на ум клейман и я должен сказать что мне кажется заслуги этого человека недостаточно оценены я не хочу даже сейчас вступать в споры на него мешали многие и ему его музей кино многие мешали на сейчас не хочу вдаваться в эти в общем мелкие подробности а хочу сказать в целом что благодаря на уму мы имеем сейчас ряд образцовых изданий основных работ изенштейна раньше когда я писал свою первую до сих пор неизданную я какой-то новой форме собираюсь ее издать когда писал свою первую книгу об изенштейне еще советском союзе оказалось это трудным нам напечатать по не идейном политическом причинам но в то время я ссылался в основном на архивные материалы более того часть важных мыслей на важных высказывания изенштейна стали известны в основном потому что я их процитировал опять-таки мне облегчил эту работу с архивом на ум я постоянно работаю сотрудничать с ним и с тем что уже он тогда сделал доступным загадь тогдашнем с галите перечнем ргали нашим основным архивом значит из того что в самое последнее время нужно после конца советского союза достигнута главным образом наумом музеем кино и изенштейн центром это образцовые издания книг грунт проблем основная проблема теории искусства по изенштейну и метод это не просто издания это очень интересное представление текста на уму удалось придумать очень интересные способы расположения текста на бумаге поэтому очень важно то как даны иллюстрации и во многих случаях иллюстрации многоступенчатые они включают много разных элементов то есть вы должны научиться читать эту книгу это особого рода текст который в большой степени отвечает замыслу изенштейна который совершенно не писал три реальных текстов вот таким образом издан метод таким образом изданы грунт проблем монтаж ну и кроме того сейчас последние годы в журнале киновические записки появилось много частично публикации самого изенштейна частично так или иначе с ним связанных таким образом мы многое узнали и о его творческой биографии и просто о житейской его биографии я остановлюсь главным образом на одном важном в своей точече зрения эпизоде его работы где особенно видна связь науки и искусства в его работе я имею ввиду его совместную работу с нашим великим психологом выгодским который был его близким другом из сотрудникам и другом выгодского эйзенштейна психологом александром романовичем лурия с которым я был тесно связан поэтому отчасти все то что я потом делал связи с эйзенштейном было связано с моими многочисленными беседами с лурия которые многое существенное мне рассказывал о эйзенштейне и их совместных обсуждениях вместе с лурия об этом я поговорю специально я уже сказал самом начале что моя задача в том что я сегодня рассказываю и в том что я надеюсь я подробно изложу в новом варианте ранее не напечатанные книги которые вот сейчас я буду готовить включается это не просто попытка восстановить последовательность работы эйзенштейна по теории искусства и по теории кино в какой-то степени я буду пытаться ну какой-то формы восстановить личность эйзенштейна мы так много сейчас знали что что-то можем сказать о нем как поразительном человек не просто гениальным а на зеленом целом рядом почти удивительных способностей с этой точки зрения также очень важен остающийся пока не напечатанным в таком академическом виде как другие работы дневник эйзенштейна но тот же на он напечатал некоторые подборки отрывков из дневника по определенным темам так что какое-то представление и более широкий круг специалистов может иметь и дневника дневник эйзенштейна интересен во многих отношениях в том числе в смысле языка он пользуется основными европейскими языками включая русские но к этим четырем языкам присоединяются особенно во время съемки фильма в мексике испанский язык и это некоторая специальная форма изложения пользующиеся одновременно многими языками и кроме того графическими изображениями рисунками какая-то аналогия как мне казалось давно уже может быть найдено в дневниках стендали то есть по-видимому есть тип такой творческой творческой одновременности при которой человеку мало одного языка на эйзенштейн существенных творческих разговорах когда он скажем работал над сценариями или когда он работал с актерами очень часто пользовался языком рисунков вы знаете из напечатанных сравнительно недавно воспоминаний воспоминания на не уже покойные последней жены бабеля которые рассказывают что бабель по окончании работы с эйзенштейном у них дома уничтожил все что успевал нарисовать эйзенштейн перед тем как они кончили работы бабель считал что это рисунки которые имеют только в значении вот для временного взаимопонимания ну тут есть и некоторая особая осторожность многие боялись держать часть рисунков эйзенштейна опасаясь возможных обвинений в том что это не просто эротические рисунки в какой-то степени на портнографические частности младшее поколение семьи литвинова не рассказывала что когда над семьей нависла угроза возможного уголовного преследования литвинова который вполне милость устали на они предпочли уничтожить некоторые рисунки эйзенштейна в частности к сожалению уничтожили большую часть иллюстрации книги стихов но можно было видимо по тем временам и смотреть что-то опасно несмотря на то что страхи этого рода были и в америке у тех у кого скопилось много этого рода откровенных рисунков эйзенштейна тем не менее все таки не все боялись не все уничтожали тексты некоторые тексты сохранились но та же татьяна максимна литвинова перед своей смертью подарила мне одно письмо эйзенштейна касающиеся него рисунков так что какие-то материалы до сих пор еще в архивном виде существует но за последние годы оказалось возможным издать частью в россии частью других странах по франции в париже это залога галина калерман мне удалось издать большие собрания эротических откровенных рисунков эйзенштейна по видимо в общем мы сейчас в какой-то степени представляем себе несколько тысяч рисунков эйзенштейна на не все они уцелели но в какой-то форме мы имеем о них представление поскольку для него это был очень важный способ самовыражения это входило в круг того что он изучал в своей теории выразительности психология выразительности название последнего курса который он обещал лудия про честь московском университете в последний год своей жизни к сожалению не успел прочитать но улудия сохранился довольно подробный конспект программа курса которую сам сергей Михайлович со стороны таким образом мы обладаем сейчас большим собранием разнородных свидетельств о всем том что успел сделать нарисовать снять обдумать сергей эйзенштейн и я дальше попытаюсь очень коротко изложить последовательность развития его мысли главным образом об искусстве и о кино я думаю что наша конференция в этом году в целом главным образом сосредоточена вокруг кино но эйзенштейн мыслил очень широко поэтому я коснусь и целого ряда других вопросов на теории искусства и вообще того что составляет предмет гуманитарных наук наука но сфере я думаю что если мы пытаемся исследовать последовательность который эйзенштейн стал создавать свои собственные оригинальные способы приема творчества приема самовыражения на первом месте я бы поставил его работа типы рисунков разного рода рисунки в частности в жанре карикатур вообще в жанре гротеска не только подражающего карикатурам но может быть имеющего ввиду таких художников которые для него много значили как скажем донье формируется эйзенштейн как художник это время его инженерного архитектурного обучения и время начала его работ связанных с театром еще до кино в это время сформировалась то что характеризует эйзенштейна вот это соединение рисунка с не графическим словесным текстом часто слова в какой-то степени входят в рисунок или рядом с ним дается позднее рисунки сложным но непрерывным образом связаны из кино проектами с работой кинематографической в этом смысле мне хотелось бы подчеркнуть возможность очень интересных типологических параллелей в частности между эйзенштейном и феллине знаете в москве была ведь выставка разных рисунков феллине отдельно были выставлены в музее изобразительных искусств имени пошкина собственные рисунки феллине отдельно в другом помещении были выставлены эротические рисунки но поскольку вот у строителей московских выставок сочлили что это все-таки два разных вида занятия изобразительным искусством я не очень уверен что разумно такое разделение но во всяком случае совершенно несомненно что том как для феллине рисунки много значили для его самовыражения можно найти параллели с изнаштейна эти параллели феллине и изнаштейна не одиночные они связаны с другими их интересами и в частности второе после карикатуры и эротического рисунка на чем я хотел бы остановиться как последовательно просматривая основные периоды смены интересов изнаштейна и следующее это разного рода форма искусства связанного с цирком в прислове гранд проблем изнаштейн особо говорит о значении цирка как искусство которое с его точки зрения никогда не бывает действительно ангажированным то есть это искусство которое все таки всегда именно прежде всего искусство и в этом смысле он был верен цирку в в разные периоды своей работы но особенно в то время в молодости когда он работал над совершенно новыми формами театра они так или иначе были связаны с экспериментом его учителя мэрхольда он пошел в некоторых отношениях гораздо дальше частности благодаря постоянной ориентации на цирк и эта ориентация оставалась и дальше мне интересно отметить одну интересную черту которую мне кажется очень существенно для противопоставления феллини и изнаштейна именно в этом конкретном случае вы знаете что феллини наиболее полно свой интерес к цирку и его современной ситуации изложил в своем фильме клоуна и это фильм о гибели жанра клоунада похорона клоуна становится символом для феллини и в этом смысле мне представляется он очень отличен это из инштейна вообще хотя безусловно в искусстве из инштейна как во всем искусстве больших людей двадцатого века было много трагического тем не менее жизнелюбие непрерывный поток жизнеутверждения в творчестве из инштейна очень важен и вот в этом конкретном случае думаю мы его видим особенно четко с идеей цирка и театрального представления которое связано с цирком связаны первые существенные театральные эксперименты из инштейна в тех из них которые он частично не смог напечатать полностью которые сейчас опубликованы в вышедших книгах я обратил бы внимание на анализ отдельных символов такой почти цирковой символики ранних спектаклей которые сам из инштейн довольно детально разбирают с рисунками с комментариями поэтому мы можем начало идеи аттракциона когда это еще аттракцион очень тесно связанные со своим цирковым происхождение на идею аттракциона можем изучать пользуясь этими вновь напечатанными текстами из инштейна здесь интересно конечно что цирковая символика скажем одежда гротескных одежда актеров и актрис которые участвовали в этих первых спектаклях получает интересное толкование самого из инштейна то есть он дает нам комментарии иногда связано с его психоаналитическими интересами этого и последующего времени иногда независимо от его психологических положений но так или иначе существует нечто вроде словаря тех театральных символов которые мезонштейн пользуются вот в этот ранний период формирования идеи аттракциона и театрального спектакля построенного на монтаже аттракционов связи с монтажом аттракционов я перехожу к проблеме монтажа в целом в ней так много написано и сейчас издано много текстов из инштейна которые позволяют понять его взгляды на разные виды монтажа включая вертикальный монтаж с учетом звуковой музыкальной страны соотношение монтажа и других способов организации фильма в частности глубинная композиция кадра ее связь с монтажом и так далее все эти проблемы сейчас становятся гораздо более ясными и мы хорошо представляем себя как их себя мыслит эйзенштейн очень интересны также возможности понимания теперь целом все теории крупного плана которая содержится в истории крупного плана вот в этом ранее метод те работы которые мы знали только в первоначальном виде как в частности диккенс и гривенцы здесь они напечатаны более полном виде мы хорошо теперь представляем себе значение идеи крупного плана в целом мне хотелось бы также с этой точки зрения отметить возможность новых открытий касающихся не полностью осуществленных монтажных замыслов эйзенштейн мне пришлось работать в разные годы над одной специальной проблемой и удалось за последние месяцы продвинуться в этом я коротко доложу речь идет о неосуществленном замысле участия эйзенштейна в фильме который ставил другой молодой древесер но с участием существенным эйзенштейна фильм по замечательному роману андре мальро кондицию умен ну ее обычно переводят условия человеческого существования есть другой русский перевод удел человеческий не тот ни другой перевод не передают философского смысла французского кондицию это именно как бы некоторые набор ограничений наложенных на человеческую жизнь человеческую судьбу свои книжки очерки по истории семейский ссср уже почти полвека назад не удалось напечатать тогда это было сложно потому что мальро в силу его очень существенно антисталинской позиции это его собственная терминология антисталинистской позиции в послевоенный период когда мальро был французским министром культуры ближайшим другом догоним в это время писать анализировать мальро в ссср было практически невозможно мне тем не менее удалось некоторую часть того что замыслил эйзенштейн по поводу очень высоко им ценимого романа мне удалось кое-что напечатать и вы знаете сейчас неожиданная поддержка 6 том большого академического издания всех сочинений мальро вышел в париже в галимар знаменитой серии плеяда и последний том 6 том вышедший вот совсем недавно 6 лет назад он содержит не напечатанный ранее большой отрывок из предполагавшегося продолжения романа надежды лес пор роман надежда когда-то был издан в русском переводе еще во время испанской гражданской войны которые можно участвовать это описано в этом романе а сейчас вот когда стало возможным снова печатать маршрут вышел новый русский перевод этого романа с замечательную военную сцену хемингу и считал что некоторые страницы романа принадлежат к лучшему прозы двадцатого века я думаю что это не преувеличение но представьте сейчас в том что напечатано сохранилась подробное описание того как эйзенштейн обсуждает с мальро характер финала предполагавшегося фильма я вам очень коротко скажу ну значит те кто заинтересуются могут посмотреть текст моих очерков по истории семейский там вы найдете цитату из романа и то что сохранилось в виде текста рейзенштейна и его схемы рисунков а мальро в обновь напечатанном тексте добавляет очень интересные суждения но он это заглавил о советском кино красиво интересовал именно подход эйзенштейна кино и эйзенштейн предлагает подход к финалу фильма не похожий на только кончается роман по казарму ставится сюжет романа был связан с катастрофы 1927 года в этом году китая совершилась существенная фаза революции но революции в китае занимает большой отрезок времени больше чем во франции россии и вот один из моментов это двадцать седьмой год когда сначала добиваются решительного успеха коммунисты в союзе с домин данном домин данном руководит чем кайши а затем при некоторой определенной изменившейся позиции руководство комендарно которое находилось в москве при изменении подхода комендарно ского руководства роли китайской компартии оказывается возможным для чем кайшистов совершить переворот они выступают против своих союзников и китайские коммунисты оказываются за стенки некоторых из них убивают в частности среди арестованных китайских коммунистов находится и герой романа катов комментерновец коммунист русский у катова припасено средства на случай если произойдет худшее и он будет арестом это предусмотрено в зубе он носит яд цианистый край который нужен оказывается потому что арестованных коммунистов чем кайшисты собираются сжечь топки паровоза и финал романа это описание того что 200 пленных коммунистов в том числе и русские как как оказывается в таком зале где они ждут пока их по очереди выводят в топки и сжигают в эти топки паровоза из нштейн приходит восторг от того как марро описывает эту сцену так же как и камингу и очень высоко оценивает и эйденштейн предлагает изменить весь финал для него очень важная деталь то что катов хромает ему представляется что это должно быть показано том как катов идет вот он идет по этой темной зале все следят за ним вот этот человек вызван для того что его сейчас сожгут и он идет хромая преподая на одну ногу и это должно быть воспроизведено в музыке но по мысли из нштейна музыка должна включать три линии которые сплетаются называют фугой своих записях записи сделано из нштейном по-английски но вы можете в моей книге на эти цитаты значит эйденштейн предполагает что в это время большая масса революционных поиск настроенных про коммунистически обладевает основными портами шанхае это пор портовый город которым несколько портал и в это время звучит линия в этой полифонической музыки которая связана с как и звучит линия связанная с решетшей новой частью коммунистов и или связанная с другими коммунистами которые участвовали в восстании то есть три основных тем и как думает из нштейн эти темы музыкально должны слиться в конце таким образом что как бы с помощью музыки возникает идея того что человек который хромал вдруг начинает идти обеими ногами и соответственно меняется тон музыки и меняется характер этой полифонии мой мороз все очень подробно описывает начав это с того что из нштейн мне сказал и дальше рассказывается это и потом молю говорит вот это замысел фильм не был поставлен но был задуман таким образом мне кажется очень интересно то что молю оценил что поэтика фильма основанная на противопоставлении изображение звука как это свойственно вообще вертикальному монтажу вы из нштейна это новшество из нштейн пробует в это время это 35 год на это время пробует это показать на этом материале говоря о новых подходах кино которые из нштейн предлагает в это время я хочу остановиться на внутренней речи немного поговорить о ней и в связи с этим вернуться вот к тому что я уже упомянул в начале а именно совместная работа выгодского лури и из нштейна я отчасти благодаря лури у которого одно время хранилась часть дневников из нштейна я знакомился давно уже с дневниками из нштейна в частности мексиканских дневниках из нштейн в то время очень увлекшиеся этнологии ну или антропологии общей наукой развитие так называемых архаических культур из нштейн думает о том что надо организовать совместное коллективное изучение этого вместе с психологом упоминает там лури то есть замысел кружка на эти темы возник в мексике во время этой работы знаете очень интересно в тех материалах которые сейчас издал клейман отмечается самим из нштейна что был определенный период работа над мексиканским фильмом эйзенштейн этот период обозначает названиями мест мексики как юкатан где соответствующие мысли приходили ему в голову в это время он работает над погружением в архаическое сознание и это та проблема которую он хотел поставить перед своими друзьями психологами в какой степень архаическое сознание важно для искусства в частности для языка кино это он выставил как одну из основных тем совместных занятий с выгодским который в это время много работал над проблемой внутренней речи как она возникает из эгоцентрической речи у ребенка и совместно с лури выгодски когда пишет свои работы о примитивном человеке и ребенке их сопоставление эйзенштейн приходит к совершенно необычным выводом он полагает что форма искусства может воздействовать на слушателя или зрителя на аудиторию только в том случае если мы обращаемся к архетипом некоторым особенностям весьма древнего сознания то есть некоторые элементы регресса формы необходимы для искусства всегда без этого не будет эмоционального воздействия искусства но эта регрессивная сторона искусства должна прямо быть связана с как бы ей противоположной современной прогрессивной частью связана с современным логическим мышлением с некоторым набором понятий которые связаны с характером мышления современного цивилизованного человека мне уже приходилось проводить сопоставление даже самих терминов регрессивные и прогрессивные в этом смысле с тем как эту же проблему рассматривает томас ман я имею ввиду главным образом его рассуждение о музыке в романе доктор фаустус по существу то что сейчас издано у нас вот таким большим опозданием было написано буквально в те же годы что доктор фаустус и здесь можно очень много интересного сказать о том как этого рода мысли об искусстве связаны с реальной судьбой искусства в двадцатом веке и с характером тех обществ которые в европе еще сохраняют искусство но уже создают совершенно специфические условия для его развития ну я не буду подробно говорить о кружке эйзенштейн выгодские люди по видимо к этому кружку примыкал уже тогда очень старый больной академик мар своего рода тоже гениальные ученые узнаете что для каких-то поколений потом мар это прежде всего предмет чрезвычайно суровые кризисе сталина но я сейчас не буду этого всего касаться скажу только что мар и особенно его ученики или ученые которые каком-то отношении следовали за маром как фрейденберг и франко меняцкий они сделали очень много интересного именно в смысле анализа архаических частей сознания архаических частей древних культур в той мере в какой оказывается возможным проследить динамику развития я от этого перейду к удивительному эстетическому эксперименту Эйзенштейна который относится к сороковому году но начинается в 39 году вы знаете что вагнер из исторических реальных вполне связи фашизма с некоторыми ошибочными утверждениями вагнера вагнера теоретика историка культуры некоторые замечания вагнера ставили его в круг ультрареакционных писателей вагнер очень сложная личность знаете что в юности наоборот он участвовал в революционных движениях 48 года и так далее но в конце концов пришел вот к такому достаточно реакционному взгляду на многие существенные вопросы собственно один из родоначальников современного антисемитизма в такой его крайний корм по этой причине вагнер не был высоко оценен частью нашей интеллигенции 30-е годы время фашизма хотя вы знаете что исторически русская музыка конечно многим обязаны вагнеру и самые крупные наши композиторы как склябин во многом следовали вагнеру в музыке но я говорю что здесь расходятся проблема гениальности вагнера как композитора и его существенных заблуждений как теоретика историка искусства культуры 40 год время когда ситуации на короткое время меняется это время пакта молотов-либентроп то есть иначе говоря время сближения сталина с гитлером и оказывается на очень короткое время возможным специальный спектакль вагнера большом театре официальный сектор на открытие приходили представители немецкого посольства с ними знакомились что и на он делает запись своих дневниковых заметках по поводу того что если бы они действительно знали родословные за что и не представляли себя что он во всяком случае на половину и вероятно не было бы той атмосферы которая была на приеме в тот день когда они пришли большинство так или иначе из что они ставят валькирию вагнера и это был гениальный сектор мы имеем об этом свидетельство к сожалению уже немногих людей которые побывали на этом спектакле мне ходил приходилось слышать об этом это спектакль для были опробованы все методы музыкально зрительного синтеза которые в кино потом и визнштейн реализовал во второй серии ивана грозного в пире отличников с музыкой я хотел бы подчеркнуть роль отдельных символов я уже упоминал вам что когда и за что и начинает театральные работы он сразу начинают с некоторых символов которые он сам толкует своих последующих работах антропологического свойства главный символ который из штаны долг свою постановку валькирии это символ мирового древа мирового древа это очень важно для сопоставления открытия эйзенштейна и с тем что сделано сейчас недавнее время в нашей науке и в мировой науке имею ввиду работы моего покойного друга и соавтора владимира николаевича топорова который утверждал что мы живем в эпоху мирового древа если иметь ввиду много тысячелетий включающих христианскую буддийскую культуру мировое древо для всех этих культур был центральной символом вы знаете совершенно независимо от топорова к этому выводу пришли американские антропология в частности и не напечатавшие сейчас книгу о мировом дереве как главном символе самых ранних известных нам человеческих мифологии предисловия к этой книге известная специалист по сравнительной мифологии руководитель международного центра по исследованию сравнения мифологии городский профессор лицель высказывает мнение что они удалось действительно найти и основные черты ранних мифологий так или иначе эйзенштейн открывает для себя роль мирового древа скандинавской мифологии древней германской которую он предпочитает для для своей постановки мыслить прежде всего как скандинавской и здесь мы видим некоторые потрясающее сходство науки и искусства ну должен сказать что этот спектакль был запрещен через несколько раз после того как он прошел то есть вообще говоря спектакля почти как бы и не было для систем был один из самых главных замечательных театральных достижений из что совсем коротко просто упомянул то что уже я бы сначала именно то что концу жизни после инфаркта после тяжелого заболевания сердца в ожидании того что может стать еще хуже и за что им больше надежд возлагал на научную работу и на преподавание и как мне говорил на основании разговоров с ним александр романович лурия эйзенштейн думал что ему удастся в московском университете на психологическом факультете развернуть работу по психологии выразительности согласно программе психология выразительности начинает с биологических истоков начиная с проблемы выразительности у животных дальше рассматриваются разные человеческие культуры и типы выразительности в этих культур я хочу подвести итоги мне представляется что намеченный мной основной путь из ништейна был путь от воздевания основными структурами такими как аттракционы их монтаж исследования психологических и других истоков этих символов их комбинации здесь из ништейн конечно следует в целом исторической диаконической тенденции науки 19 и отчасти 20 веков но вместе с тем мне хотелось бы отметить некоторые интересные особенности присущие именно из ништейна в частности его попыткам развития части идей которые высказывали с некоторыми фрейдистами в связи с психоаналитическим подходом к искусству возникновение искусства и за что им полагал что можно понять то что я был в общем виде назвал эмбриологии форм искусства эмбриологии в смысле некоторых элементов памяти организма о его эмбриональном состоянии из ништейна довольно убедительным образом удалось попытаться наметить некоторые эмбриональные черты которые можно обнаружить в части произведения искусства особенно архаическом искусстве первобытных народов это конечно совершенно новая особая область весьма загадочная странная и может быть слишком опережающий свой вверх вероятно наука как наука основанная на некоторых конкретных биологических и других фактор вероятно если и подойдет к этой проблеме то несколько позже то есть изнешение здесь явно опережает свое время как и во многих других отношениях я думаю что не только изнештейн художник очень много интересного придумал и думал о будущем частности искусства не только теории искусства на искусство изнештейну хотелось использовать все возможности современной техники в том как она может трансформировать кино и телевидение только тогда возникшим каким образом могут развиться совершенно новые невиданные формы произведения искусства и изнештейну казалось что художники слишком мало думают в этом направлении что что современная технология искусства может гораздо больше дать для будущего я думаю это очень интересно вероятно будущее наук массовой культуры оценят еще эти новаторские мысли изнештейна то есть я хотел бы подчеркнуть что он не представляется соединением творца в искусстве с творцом в науке об искусстве и о тех видах человеческой деятельности которые рядом с искусством или в этом случае рядом с современным искусством может быть еще и достаточно еще развились но могут будущем использовать возможности современные техники я благодарю вас за внимание спасибо